Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас в этот пятничный вечер, скорее, хотя начало вечера. Это бизнес-класс на Финам. ФМ. Как обычно, будем говорить о бизнесе, будем говорить о предпринимательстве, будем рассматривать различные направления бизнеса. Сегодня у нас под прицелом книжный бизнес, будем говорить о его реалиях и, конечно же, о его перспективах. Ну и сразу представлю своего нашего гостя сегодня. Сегодня у нас в студии Вячеслав Ярошенко, также известный как Чеслов. Гильдия вольных издателей, совладелец книжного магазина Гиперион. Вячеслав, здравствуйте. Добрый вечер. Даже не магазина, наверное, а некого магазина-клуба. Вы представитель, скажем так, небольшого бизнеса в этом сегменте. Ну вот как раз, когда вы начали говорить про бизнес и предпринимательство, я подумал, что у нас скорее все-таки предпринимательство, потому что мы предпринимаем попытки что-то делать. А бизнес это все-таки что-то такое серьезное, глобальное, с большими прибылями, где каждую долю процента считают. Ну, может быть, да, в слове бизнес как-то кажется что-то глобальное, на самом деле же бизнес может быть совсем небольшим, может быть даже частным бизнесом совсем небольшим, совсем маленьким. Ну вот у нас вот совсем небольшое, да. Хорошо. Ну, перед тем, как приступить, собственно, к обсуждению книжного бизнеса, который у нас является сегодня основной тематикой, я хотел бы немножко пройтись по тому, что у нас сегодня, в принципе, произошло в мире бизнеса, большого бизнеса, наверное, все-таки. А из того, что сегодня стоит отметить, ну, наверное, отчетность сети окей, выручка выросла на 26% в третьем квартале, ну, что же, замечательно. Сбербанк планирует начать 16 октября серию встреч с инвесторами в Америке и Европе в ходе подготовки выпуска еврооблигаций. Видите, вот еще не хватило денег от размещения акции, которая произошла недавно еще, и хотят еврооблигации выпускать. Кстати, Газпромбанк тоже, кажется, рассматривает такую возможность. Ну, и главная практически новость сегодня, Нобелевская премия мира, Европейский Союз получил Нобелевскую премию мира и даже денежную премию в размере 1,2 миллиона долларов. Это сколько на каждого гражданина Евросоюза получается, примерно? Наверное, даже не стоит считать, потому что получается смешно. До лицента. Интересно, кстати, да, вот эта новость с точки зрения того, что у Евросоюза уже сколько лет продолжающиеся финансовые проблемы, и, собственно, вот это объединение, которое случилось... Ну, может быть, это поможет решить эту проблему? Боюсь, что не хватит денег. Сколько миллиардов уже потрачено на помощь членам Евросоюза, Греции, Испании, которые никак все-таки не хотят начать работать. Ну, в Греции безработицы, каждый четвертый не работает, естественно, они не могут там что-то производить и нормально обеспечивают себе производящие ВВП. Ну, может быть, морально хотя бы это их поддержит Нобелевская премия мира. Тем не менее, мировые цены на нефть собираются снижаться в следующие пять лет в связи с медленным экономическим ростом, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства. То есть, у нас и так фондовый рынок не растет, а если еще и сейчас нефть будет снижаться, то российский фондовый рынок вообще улетит вниз, как мне кажется. У нас-то цены на нефть все равно будут расти внутри страны. Так что все в порядке. Снижается нефть или дорожает? Наша нефть все равно зависит от мирового спроса, поскольку мы в основном эту нефть экспортируем. То есть, мы ее продаем на Запад. Собственно, от этого и получается большая часть нашего российского ВВП. Олег Вьюгин собирается, ну не то чтобы собирается, но по крайней мере ведет переговоры с Московской биржей о его назначении президентом. Как мы помним, Рубен Аганбегян оставил этот пост недавно и теперь, значит, есть интрига по поводу того, кто же станет следующим главой Московской биржи. Отток капитала из Российской Федерации, наблюдаемый последние месяцы, но я от себя добавлю, что даже не последние месяцы, наверное, а последние. В общем-то, с начала года у нас отток достаточно большой. Как считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который из ВТВ капитал пришел, защищает российскую экономику от возможного перегрева. Это спорное мнение, на самом деле, на мой личный взгляд, потому что, может быть, нам не стоит защищаться, а как Соединенные Штаты Америки притягивать капитал со всего мира. Интересно, как думают те страны, куда этот капитал утекает? Они не боятся перегрева в таком случае? Ну, видимо, Соединенные Штаты Америки не боятся перегрева и отлично себя чувствуют. Собственно, никаких проблем у них особо нет. Ну и последнее, что, наверное, стоит сегодня отметить. Мудис понизил рейтинга эмитента и долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга Sony Corporation. Ну, у Sony давно, в общем, дела не очень хорошо идут. Слабые показатели прибыльности отмечают трудности подразделения по производству телевизоров. Вот телевизор Sony. У меня, кстати, телевизор Sony. По-моему, отличный телевизор. Неужели не покупает больше телевизоры? Непонятно. Ну, нужно поступить им, как Генри Форд, своими автомобилями. То есть, снизить качество, чтобы они чаще ломались. Тогда будут чаще покупать. Да вы что? Неужели, если снизить качество, то будут лучше покупать? Ну, это старая очень история. В бизнес ее учат прям студентов, как Генри Форд собрал своих инженеров. Давайте обсудим, да. Отправил их на помойку автомобильную, чтобы они изучили, какие детали ломаются чаще всего. Они пришли к нему, проанализировав все сломанные автомобили, сказали, что вот все, там, вот эти больше ломаются, а эти меньше. Вот меньше всего ломается карданный вал. Он дал приказание понизить качество изготовления карданного вала, чтобы он тоже больше ломался, больше чинили, покупали запчасти. То есть, бизнес по продаже запчастей, соответственно, вырастет или что? Да, разумеется. А продажа машины по сравнению с конкурентами карданный вал будет ломаться чаще? Для автомашин важнее продажа запчастей, а для телевизоров, телевизор целиком, естественно. Хорошо, ну что ж, потихонечку возвращаемся к нашей основной теме, книжный бизнес. Сегодня, кроме Вячеслава, у нас будут подключаться другие представители компании, которые занимаются книжным бизнесом. Московский дом книги, Ман Иванов Фебер и Библию Глобус, конечно, крупный игрок. У нас работает телефон прямого эфира, 495, это код города, сам телефон 6510996, либо вы можете написать на сайт финам.фм. Итак, книжный бизнес. Мне кажется, это классный бизнес с точки зрения такой этической, то есть образование, здоровье, это такие бизнесы, обучение детей. Вот у нас были в студии представители таких бизнесов, и мне всегда очень приятно вот на эту тему общаться, потому что это не то, что там, скажем, спекуляции на фондовой бирже, когда там что-то делаешь, да, ничего, в принципе, такого и твоя деятельность не несет. Самое главное отличие книжного бизнеса от большинства других, ну, кроме там, например, произведений искусства, то, что наш, извините за выражение, товар, книги, они нас намного переживут. Мы производим то, что будет жить 200, 300, а иногда там 500 лет. Книга, если она хорошо сделана, если она нужна людям, то она живет намного больше, чем одно-два поколения. Это отличает от почти всех других. Здесь, мне кажется, даже скорее автор, который написал эту книгу, он останется... Нет, книга как материальный объект, книги живут по многу сотен лет. Ну, по крайней мере, жили, сейчас, наверное, тенденции могут меняться, потому что сейчас... Хорошо изданная книга на хорошей бумаге все равно будет жить и будет хранить. Если электричество отключат, то электронные библиотеки, к сожалению, будут недоступны. Это точно, да, но электричество вроде пока не отключают, хотя, конечно, никогда нельзя говорить никогда. Итак, для начала просто вот книжный бизнес, объем рынка. Вот то, что меня сразу заинтересовало, когда я начал эту тему как-то рассматривать, то, что у нас объем рынка по результатам 2011 года 2 миллиарда долларов в России. И каждый год снижается. Каждый год снижается. В Америке 30 миллиардов за тот же год. Вот почему в 15 раз такая разница? Я не понимаю, у нас что, в 15 раз дешевле книги или в 15 раз меньше читают? Или что вообще? Население такое же. Почему такая разница? Меньше покупают, а не меньше читают. Наши книги... Наши люди больше перечитывают огромные запасы, которые накопило предыдущее поколение. Домашние библиотеки огромные есть у всех, да? Ну, не у всех, но я думаю, что... Ну, очень у многих, да. Ну, у тех, кто читает, у них сохранились домашние... То есть, следовательных родителей тоже читали, у них сохранились. Наши книги дешевле, чем американские, потому что в Америке очень распространена форма книги «Покетбук», но она сильно отличается от наших. У нас издают «Покетбуки» на очень дешевые там газетные бумаги, они стоят 30-40 рублей на вокзалах там или возле метро. «Покетбук» — это вот такая маленькая книжка, которая по идее влезает в карман. Да, и в мягкой обложке. У них эти же «Покетбуки», но они на хорошей бумаге и хорошего качества. И зачастую книга, которая будет бестселлером, ее сначала издают в виде «Покетбук», а потом уже издают в твердом переплете. Но это вот а-ля «Бульварные романы», да? Да, и они, соответственно, эти «Покетбуки» там намного дороже. То есть если у нас «Покетбук» стоит 30 рублей, то там 5-7 долларов примерно. А с чем это связано? Почему американцы готовы платить такие деньги за «Покетбук»? Ну, они, наверное, богаче. Да, покупательная способность чуть-чуть у них, видимо, лучше, поэтому они готовы покупать книги. Еще проблема в том, что у нас те люди, которые любят и читают, любят чтение, любят книгу, они как раз наиболее бедная часть населения. То есть это учителя, врачи, творческая интеллигенция, у них меньше покупательная способность, чем у людей, у которых есть деньги, да, но они меньше читают. Меньше покупают, они читают либо специальную литературу, либо интернет. Ага. То есть все-таки те люди, у которых есть деньги, вы говорите, что у них все-таки... Денег меньше, да. Интересно. Ну что ж, а действительно ли рынок сужается, схлопывается? Ну, при миллиарды будет меньше. Рынок... В России. Очень это все неопределенное понятие. Рынок продажи бумажных книг, безусловно, падает каждый год. Но рынок, как бы, чтения, рынок востребованности чтения только растет. Вот это, кстати, интересно. Люди больше потребляют информации. Они могут ее потреблять в виде книги, в виде журнала, газеты, в виде статьи в интернете. Безусловно, сейчас больше читают интернет, больше читают электронные книги в связи с огромным развитием этого рынка и с огромным развитием рынка читалок для этого приспособления. Информация нужна, но вот каналы и способы чтения, они несколько меняются постепенно. Да, полезная книга. Я предлагаю отдельно продолжить тему уже после новостей. Это Финам.фм и бизнес-класс. Бизнес-класс. Продолжаем общаться с Вячеславом Ярошенко, также известным под ником Чеслов, гильдия вольных издателей, совладелец книжного магазина Гиперион. Ну и, наверное, клуба магазинов Гиперион. Итак, книжный бизнес, реалии и перспективы обсуждаем, делимся мнениями. Мне вот интересно, количество людей, которые, в принципе, читают в России, допустим, в месяц прочитывают хоть одну книгу, как вы считаете, их много сейчас в России? Я не знаю статистику за этот год, я знаю статистику за прошлый год. Примерно 5% людей регулярно, хотя бы раз в месяц, покупают книгу. Вот сколько читают, невозможно посчитать. Я думаю, ну или можно, но это требуется отдельной. 5% регулярно покупают книгу. Раз в год покупают, там, примерно 10-12% людей, раз в год хотя бы покупают книгу. Ну, как минимум, значит, 5% покупают, ну, значит, и читают. Наверное, все-таки процент читающих, наверное, все-таки больше, потому что некоторые книги, как вы действительно сказали, совершенно верно... Берут друг у друга. Берут друг у друга, да, может быть, какая-то домашняя библиотека. Это имеется в виду именно бумажные книги, то есть интернет, вот эти электронные книги, пока я, ну, по крайней мере, не знаю статистику. Пока статистики нет, да. Но мне кажется, вот потому что я слышу, на самом деле, мне кажется, что вот за 20 лет, которые произошли с момента распада Советского Союза, у нас статистика ухудшается. То есть люди становятся, люди, получается, меньше читают. Книга не предмет первой необходимости, когда экономическая ситуация в стране улучшается, начинают покупать, естественно, больше книг, потому что первичные все потребности удовлетворены. Когда стабильно из года в год положение людей, да, ухудшается, то, естественно, в первую очередь это бьет на товары не первой необходимости, в которые, увы, к сожалению, входят книги. Вот интересно, на самом деле, спросить наших радиослушателей, а читаете ли вы, и насколько для вас, как вы считаете, насколько это, скажем так, полезное занятие? Насколько часто вы читаете? Насколько часто, да, потому что разные каналы информации, сейчас есть более красочные каналы, там, интернет, телевидение, ютуб, не знаю, радио, все-таки книга, это, ну, это все-таки уже она долго не менялась, черный текст на белом фоне. Ну, тут нужно никаких там, обычно нет картинок, как правило. Я для себя, по крайней мере, очень четко разделяю книгу как носитель информации, да, книга, как, условно говоря, тиражирование текста, и книга как материальный объект, то есть есть книги, которые приятно держать в руках, приятно иметь в библиотеке, просто потому что это хорошая вещь, да, и книги, которые просто нужно прочитать, там, не знаю, учебник, справочное пособие, какое-то вот, ну, опять же. Детектив и так далее, да, то есть то, что просто ради текста. Есть, как бы, содержание и есть обложка, да, и есть некая форма. Да, есть книга, красивая, хорошо видно. Хорошо, к нам присоединяется Наталья Юмашева, заместитель генерального директора Московского дома книги. Наталья, добрый вечер, вы с нами? Да, добрый вечер. Добрый вечер. Можете пару слов сказать по поводу трендов в книгоиздательстве? Что сейчас происходит на книжном рынке? Ну, конечно, в условиях того, что весь мир меняется, и действительно информации становится очень много, кроме того, как из книг их получать. Кроме этого, никто не забывает о том, что вообще экономический кризис во всем мире. Конечно, это влияет на наш рынок тоже, но при всем при этом, да, конечно, количество людей, которые вновь начинают читать, их действительно меньше. Но, что хотелось бы отметить, при всем при этом детская литература и учебная литература, несмотря ни на какую кризисную ситуацию, во всем мире, причем я могу сказать вам не только о русском рынке, о российском рынке, да, но и на рынках других стран. Эти две темы, детство и учебники, я имею в виду не школьные учебники, а всякие вот разные виды учебные пособия, это все либо остается на прежнем уровне, либо даже детская литература у нас, можно сказать, по цифрам растет. Поэтому все-таки вот эти вот все-таки сегменты продолжают быть интересными. А что падает? Что наиболее активно падает? Какой сегмент? Художественная тематика на данный момент. И уже давно, уже порядка двух лет, как падает вся специализированная литература, которая узкоспециализированная. Все, что связано с медициной, с компьютерной тематикой. Вот все-все-все, то, что можно назвать каким-либо узким сегментом, это все падает уже давно. Ну а не подходит ли это под учебную тему? То есть все-таки, например, если человек хочет изучить компьютеры? Нет, вот видите, а при всем при этом, а вот при всем при этом, все, что касается учебной тематики, не связанной с конкретными учебниками, а то, что помогает учиться, и, как ни странно, бизнес-литература, все книги, которые около бизнеса, вот эти все тематики сейчас интересные, и люди приходят, их покупают, и хотят их видеть и читать именно на пока бумажном носителе. А художественная тематика при этом падает, нон-фикшн продолжает сейчас падение. Это все, что связано с кулинарией. Причем я могу вам сказать, что у нас в стране все, что касается автобиографии и энциклопедии, это все пока еще, как бы, вот люди приходят, это покупают. А в европейских странах и автобиографии сейчас не так уже хотят покупать. А еще хотелось бы отметить все, что касается дорогих книг. Дорогие книги прошел период, вот этот год назад, где-то было, когда действительно было очень большое падение, и люди не покупали дорогие книги. Сейчас очень много кто приходит за именно дорогим сегментом. А дорогие книги, это сколько? Это больше двух тысяч рублей. Это в подарок покупают и для чего? В подарок покупают, в библиотеку. Сейчас очень популярно в библиотеке дома составлять хорошего уровня, чтобы это были на хорошей бумаге, хорошего качества. Сразу там, допустим, 60 томов, 100 томов, где там вся зарубежная классика, русская классика, или какие-то отдельные авторы в собрании сочинений. То есть вместо собрания сочинений Ленина, которое было у нас какое-то время назад, сейчас новые, что называется, тренды, новые книги. Это считается сейчас модным, когда ты дома имеешь хорошего качества библиотеку, которая и выглядит красиво в интерьере, но и в то же время ты можешь сейчас, понимаете, где-то лет пять назад такие библиотеки тоже покупали, и даже никто не смотрел, что там внутри. Сейчас, если люди покупают библиотеки, они хотят, чтобы внутри была подборка качественной литературы. А как вы оцениваете, Наталья, вот некий бизнес, бизнес-эффективность этого бизнеса, вот издания, книги, продажи книги, как вы считаете, насколько это действительно эффективно? Я сказала бы так, что это как раз тот рынок, который очень сильно подвержен сейчас изменениям, и я думаю, в ближайшее время еще дальше будут изменения идти, не в сторону увеличения, конечно, продаж книг, но это, понимаете, как на мой взгляд, это не связано узко только с тем, что люди начинают меньше читать. Это, в принципе, связано с тем, что весь мир меняется, и в том числе источник информации действительно можно получить не только из книги информацию, но и из многих других источников. Но при всем при этом я хочу сказать, что я не думаю, что в ближайшие, там, я не знаю, пять лет мы сможем с вами говорить о том, что все, люди не захотят больше в книжные магазины ходить и покупать, потому что все равно достаточно покупателей у нас. Те, кто ходят, ходили постоянно, они ходят, новых не появляется. А, вот так вот, да? Ну, у нас сейчас распространены планшетники, распространен интернет, распространены читалки, то есть вот это все, конечно, отъедает бизнес у книгоиздателей. Вы знаете, с одной стороны я с вами соглашусь, а с другой стороны я хотела бы такую корректировку в это внести. Мы очень много сейчас в России говорим о том, что у нас электронные книги влияют на книжный бизнес, но если мы возьмем и по цифрам посмотрим, я вам скажу, что это не больше 2% от всего рынка. И при этом рост там может быть и 100, и 200%, но вот в этом году это 2% рынка. Поэтому говорить о том, что это прямо сейчас сильно так все перекрывает... То есть электронные средства, электронные читалки и прочее, прочее, это всего лишь 2% рынка, правильно я понимаю? Да, да. Конечно, я прогнозирую о том, что рост этот будет, и в нашей стране, наверное, будет больше, чем в некоторых других, в том числе европейских странах, и связано это в первую очередь с тем, какой она ситуация с пиратством, и как легко все это скачать бесплатно, что музыку, что книги. Хорошо, Наталья... Не отсоединяйтесь, пожалуйста, к нам дозвонился Максим, попробуем вывести его в эфир. Максим, здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Я хотел вот какой вопрос задать. То есть литература, книги, научная какая-то, тематика, общедоступная, художественная и так далее, все замечательно. Есть такой сегмент, который у нас практически не развит, либо можно сказать, что развит слабо, это комиксы. Как еще раз? Комикс. Комикс. Ага, комиксы. Да. То есть я, насколько понимаю, что, например, там за рубежом, ну в Европе, в меньшей, наверное, степени, больше в США, это своего рода такая классическая литература, ну как бы не сравнивая ее с тем же нашим Пушкиным, но тем не менее, они как бы ее длительное время, там лет справляют, и у них продажи всего этого дела тоже очень хороши, довольно хороши. Опять же, как свидетельство вот этому, это там новые фильмы голливудские, типа там Ситили, Бэтмена и так далее. Вот. Есть же как бы общедоступные какие-то комиксы, которые, ну, с вялым сюжетом и просто красивым рисунком, а есть там довольно серьезные произведения, типа там Хранителей, там Алана Мура. Хорошо, Максим, вопрос в чем? Почему у нас в России это не развито? Да. Почему не развито? Почему это нигде не пропагандируется? Ну, как бы не рекламируется, не пропагандируется. Хорошо, Максим, спасибо. А как прокомментируете? Вячеслав, Наталья, почему у нас комиксы не развиты? Связано ли это с особенностями нашей культуры? Почему их нет? Вы знаете, если меня спрашивают как представителя розничной структуры, я могу вам сказать, что у нас были предложения такие. Было одно издательство, которое предлагало нам комиксы, что-то типа Анны Карениной комиксов. Во-первых, предложения самому от издательств, от издательских групп практически нету. А во-вторых, и продажи, в общем-то, даже небольшого этого предложения практически их не было. У нас как-то, наверное, все-таки это связано, на мой взгляд. Потому что наши покупатели как-то не очень пока настроены. Да, в Америке же просто целая культура на этом. Супергерой, вот это все. Но она уже есть, эта культура, и поэтому есть культура и потребление этого дела. А у нас эта культура только возрождается. Вот Максим не очень прав, когда говорит, что у нас этого нет. У нас есть и целых несколько фестивалей комиксов, и комиссия, которую в Москве делает Хихус, и бум-фест, которая делается в Питере. У нас есть несколько издателей замечательных, которые издают комиксы и рисованные истории. Потому что есть небольшая разница между комиксом классическим таким и книжка-картинка, рисованная история для взрослых интересная такая. А если у нас свои герои комиксов? Да, например, суперпопулярная книга «Приключения какашки». Правда-правда есть такая книжка. Ее нарисовала Аня Сучкова-Люмбрикос. Вот, и есть, например, в Москве есть отдельный, маленький, конечно, но отдельный специальный магазин комиксов «Чук и Гик». Прекрасные ребята совершенно, которые очень любят комиксы и всячески их пропагандируют. Так что все не так печально. Здорово. Нет, «Приключения какашки», конечно, меня просто убило. Ну, это правда смешная книжка. Хорошо. Провокационная немножко. Есть у нас комиксы в России. Да. Окей, продолжаем разговор. Тренды книгоиздательства. Выяснили, что все-таки люди читают, но, тем не менее, у нас не такие большие цены на книги, как в Америке, поэтому все-таки объем рынка в 15 раз меньше. Хотя меня это все равно удивляет. Наталья, спасибо вам огромное. С нами была Наталья Юмашева, заместитель генерального директора Московского дома книги. Ну, а мы, собственно, рассмотрим эффективность книжного бизнеса, прям всей цепочки от, собственно, издания книги до ее продажи сразу после новостей, через две минуты. Добрый вечер, друзья. Это Георгий Вербицкий. Это бизнес-класс на Финам.фм. Обсуждаем книгоиздательство, вообще книжный бизнес в целом. Разговор достаточно интересный. Со мной в студии Вячеслав Ярошенко, также известный как Чеслов в книжном мире. Состоит в гильдии вольных издателей и является совладельцем книжного магазина-клуба под названием Гиперион. Добрый вечер. Магазин, наверное, скорее малый бизнес, чем даже средний. Наверное, даже супер малый бизнес у нас. Меньше 15 человек работает? Намного меньше. Ага, ну да, малый бизнес, соответственно, что называется, проблемы малого бизнеса, я думаю, Вячеслав нам может рассказать очень хорошо. Да, я бы сказал, потому что в этом году мы получили, ну, в числе других мы получили диплом, лучший книжный магазин города Москвы. Вместе с нами из маленьких магазинов его получили наши друзья и коллеги, «Лавочка детских книг» и «ДОДО». И два крупных магазина тоже получили эти дипломы. Это книжный магазин «Москва на Воздвиженке» и «Молодая Гвардия». Хорошо, ну, как раз вот я хотел немножко о рынке рассказать побольше. У нас, передо мной диаграмма, конкурентный ландшафт российского рынка, доли книжного рынка по ключевых игроков по суммарным рублевым продажам. Ну, правда, в 2011 году и основные игроки, я уже вижу, это ECT и издательство «Эксмор». АСТ, а не по-русски. А, АСТ, да. Да, АСТ. А как раз новость была, ну, не новость уже, конечно, но какое-то время назад они слились. Они в процессе слияния сейчас, в процессе превращения такого огромного монополиста, который больше половины процентов рынка будет принадлежать ему. Но это хорошо для рынка или не очень? Есть разные на этот счет мнения. Мне кто-то, естественно, говорит, что это ужас-ужас, это падение гонораров, это падение, увеличение там стоимости типографии, потому что им принадлежат в том числе и крупные типографии и так далее. Ну, я лично ничего страшного не вижу. Я думаю, что если это будет ужасно, то через какое-то время это развалится. Если это будет прекрасно, то и слава богу, должно быть много всего разного. И еще из новостей, вот была тоже новость, которую мы с вами обсуждали перед эфиром. А, ооо, то, что вы обещали рассказать. Да, 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 в том, что появилось недавно новое, прекрасное, крупное как раз издательство. Потому что, ну, вот есть вот как бы гиганты, да, АСТ и Эксмо. Есть несколько крупных издательств. Это, там, Азбука, Атикус, это Ол, это Рипол. И появился новый вот человек, который создал легендарное уже издательство Северо-Запад. Потом он создал издательство Азбука, прекрасное совершенно. Он сейчас создал издательство Лен-Издат. И я думаю, что вот это очень прекрасная новость. Это вот буквально свежачок, да, две недели? Да, вот они у нас на буфесте были чуть ли не первый раз, когда вот после того, как они начали летом это все делать. И они сейчас раскручиваются, выпускают все больше и больше книг. И я думаю, что это очень прекрасно. Они совершенно новый формат. Они взяли, выкупили марку Лен-Издат, которой уже 75 лет, да, и начали совершенно новые, хорошо сделанные книги там опять выпускать. Это очень хорошо. Хорошо, к нам присоединяется Михаил Иванов, главный редактор и совладелец издательства Деловой Литературы, Манн, Иванов и Фербер. Насколько я знаю, это издательство фокусируется на бизнес-литературе. Но, может быть, Михаил сейчас меня поправит. Добрый вечер, Михаил. С нами ли вы? Да, здравствуйте. Я с вами как раз на французской книжной ярмарке. Так что прямо стулу жару. Да-да-да, мы знаем, что событие достаточно важное для книжного мира. Что нового сейчас на ярмарке обсуждается? Что интересного вы можете сказать из вот, собственно, из такого горячего ключевого места? Ну, в целом, издательский бизнес на таком перепучии, потому что, с одной стороны, растет, падают книжные продажи, в смысле, в отпечатном виде. С другой стороны, электронные продажи так быстро не покрывают бумажные продажи, падение бумажных продаж. Поэтому происходит, на самом деле, слияние на многих рынках, не только на российском рынке. Количество игроков сокращается. Ну, при этом, те компании, которые управляют этим этим, своим бизнесом, они отстаются и приводят новые интересные проекты. Вот. И мы, на самом деле, сейчас, вы правильно сказали, мы скрутируемся на деловой литературе. Но в следующем году мы сделаем очень большой прорыв в детской литературе. Как раз сейчас мы поговорим о ряде книг, о ряде очень интересном портфеле. И мы считаем, что наши читатели, у нас есть группа таких лояльных читателей, у них есть дети. И буквально вчера у нас вышла первая книжка «Азока Хабада». Это очень известная книжка, которую в свое время издавали другие издательства. Но сейчас права у нас, мы делали новую иллюстрацию, и эта книжка откроет нашу детскую серию. То есть вы также видите потенциал в рынке именно книг для детей. Вот то, что говорила Наталья, что этот сегмент растет, несмотря на то, что в целом... Да, именно так. Я просто... У меня есть дочка, и я вижу по ней, например, потому что говорят, что что-то переходит в айпад. Во-первых, для ребенка невозможно все сделать в айпаде, и это не вредит его глазам. Поэтому лучше всего он будет читать книгу и учиться с помощью книги, а не только с помощью айпада. И потом, действительно, мы видим, что происходит на рынке, и мы видим данные о том, что как раз если все остальные сегменты фигнируют, либо падают, то действительно красят. Мы видим, мы понимаем, как работать на этом рынке, поскольку у нас есть дети, и я, и я являюсь совладельцем детского клуба. И поэтому я вижу, чего не хватает. В общем, мы начинали с деловой литературы именно так. То есть нам чего-то не хватало, мы сделали. Вот на детском... на рынке детских книг нам что-то не хватает, мы сделаем. Михаил, а вы используете какие-то новые, скажем так, каналы доставки информации до читателя, нежели чем печатные книги? Может быть, электронные книги? Может быть, я знаю, есть такой интересный сервис, называется BookMate. Мы очень давно работаем на рынке электронных книг. Практически все наши книги можно купить как в бумажном, так и в электронном виде. Мы считаем, что это важно, чтобы можно было легально купить наши книги. Потому что если легально нельзя купить, это не значит, что их нельзя скачать. Поэтому мы активно работаем на рынке электронных книг. Мы сделали несколько приложений. У нас был очень интересный проект детский из Союзмульфильм. Мы сделали приложение по Карлсону, она довольно хорошо продается в AppStore. Но проблема с этим, что... А как защищать-то? Как вы делаете книгу в PDF? И как, если ее крадут, то все у вас... На самом деле защита невозможна. Никакой книг у него невозможно защитить. Но если у тебя есть высокая лояльность бренда и удобность покупки, то ты скорее к ней купишь, чего скачаешь. Но цена, естественно, дешевле, чем бумажные книги, очевидно, да? Конечно, потому что нет издержек на печать, нет издержек на хранение, детрибуцию. И те книги, которые в нашем подклисте, которые бесполезно допечатывать, потому что спрос небольшой, они продаются в электронном виде. И это теория такого длинного флота. Ну вот, например, у вас обычная бумажная книга продается за 100 рублей, а электронная такая же за сколько примерно? Ровно в два раза меньше, где те 50 рублей. Хорошо, к нам подключается Петр. Добрый вечер, Петр, вы на линии, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Меня слышно, да? Да, вас слышно. Можете задать вопрос или какое-то мнение высказать. Ага. Я тоже имею некоторое отношение к книжному рынку. Я закончил университет печати и сейчас работаю как книжный дизайнер. Я хотел бы прокомментировать то, что в начале передачи Четлов сказал, и, может быть, с ним не согласится. Первое по поводу аудитории, которая в основном книги читает. Мне кажется, что вот некоторый, да, интеллигент, профессор, который много читает, но при этом абсолютно нищий, это образ, который скорее остался в 90-х. Персонаж, который скорее в 90-х остался. А сейчас, как мне кажется, в первую очередь читают средний класс, креативный класс и бизнес. А среди моих друзей и знакомых это однозначно так. И это люди с достаточно высокими доходами. Хорошо, я соглашусь, наверное, с вами. И второе, что я хотел сказать по поводу низкой стоимости книг у нас, почему люди не готовы дорогие книги покупать. Я интересовался этим вопросом, читал исследования, несколько лет назад было, к сожалению, не могу сказать, в каком источнике. И исследование было очень простое. Сколько людям не жалко заплатить за книгу. И выяснилось, что 300 рублей за батон колбасы среднего качества людям заплатить не жалко. А за книгу жалко. И мне кажется, что вот эта вот нищенская психология, в общем, в отношении книг, во всяком случае, она проистекает из советских времен. Что люди с детства, да, вкусы и какие-то предпочтения в отношении предметов, с которыми мы имеем дело, они же в первую очередь формируются в детстве. Да, хорошо, Петр. И в советские времена, когда пытались экономить на бумаге, когда у нас лет берегли, были очень плохие книги, и люди к ним привыкли, и сформировалась вот эта вот порочная психология, порочный круг. Спасибо. Спасибо, Петр, да, мы поняли мысль. Как вы считаете, коллеги, прав ли Петр все-таки по поводу психологии? Михаилу, что скажете? Я не очень ничего хорошо слышал, потому что вокруг шумно довольны. Но имейте в виду, что есть психология, то есть люди покупают только за низкую цену. Есть, да, есть некая советские пережитки, то есть люди не готовы платить 300 рублей за книгу, и в то же время готовы за батон колбасы заплатить. Колбаса и еда – это первичные потребности. В целом я не согласен. То есть если сделан хороший продукт, люди готовы платить европейскую цену за книги. И наш опыт об этом говорит. То есть если делаешь высококачественные продукты, ты можешь продать дорого. Хорошо. Михаил, спасибо вам большое. С нами был Михаил Иванов, главный редактор и совладелец издательства деловой литературы «Ман Иванов и Фербер». Итак, продолжаем разговор. У нас работает горячая линия, горячая линия, на которую вы можете позвонить и с нами пообщаться. 495 – это код города, 6510996, либо также еще вы можете написать на сайт finam.fm, интерактивно с нами пообщаться. Вот написал Вячеслав, написал, прокомментировал, пишет, «Вячеслав, врете, у меня в доме книги выбрасывают массово». Это по поводу нашего разговора, вот что все-таки люди читают. Очень часто, особенно сейчас, когда умирают люди старшего поколения, прям очень часто видишь возле подъезда огромную гору книг, явно вот библиотеку родителей вытаскивают и все. Но зато сейчас очень нарастает движение буккроссинга, когда люди просто бесплатно обмениваются книгами, специальные места создаются, куда можно бесплатно принести книги, положить их, бесплатно там взять. Кстати говоря, я действительно какое-то время назад сам увидел собрание сочинений Ленина, около подъезда кто-то вытащил, там много книг, и я его перетащил домой, потом увезли на дачу, то есть мне как-то вот... Это не поднимается рука. Рука не поднимается, вот оставить это все-таки, это книги, но понятное дело, что уже там смена идеологии, уже вышло все это из моды, но тем не менее. Окей, Михаил пишет, «Здравствуйте, объясните, пожалуйста, почему так дорогие книги? Я юрист и считаю, что, например, специальная юридическая литература по цене 500-1500 рублей, это дорого. Видел цены в Европе, аналоги стоят от 20 до 40 евро. Атлас автодорог производства Германии, там стоит 23 евро, здесь же в Москве он стоит уже 1600 рублей. Расскажите, кто и сколько получает дохода от продаж и производства книг? Смотрите, тут ситуация очень простая, вот о чем говорила наша коллега из Московского дома книги, почему падают продажи специальной литературы. Эта ситуация, вот она взаимопроникающая, и одно влияет на другое. Падают продажи, следовательно, возрастает себестоимость. Книга, которую можно было выпустить два-три года назад тиражом, пять тысяч экземпляров, сейчас нужно выпускать тиражом полторы тысячи экземпляров. Себестоимость вырастает намного, себестоимость даже печати. Автор гонорар хочет точно такой же. Растет цена. Цена растет, начинают еще меньше покупать. Ну и потом мое личное глубокое убеждение, то, что судьба этих книг быть электронными. Зачем на них переводить леса, если эта информация устареет через полгода, а то и через пару месяцев, то, что касается юридической литературы, например. Если это можно скачать в интернете, что гораздо удобнее. Там есть поиск по ключевым словам, там есть возможность обновления информации. Эти книги должны уйти в электронный вид, и это будет прекрасно. Хорошо. Но по поводу, кто сколько получает доходы от продаж и производства книг, мы, наверное, уже после новостей это обсудим. Это программа «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Меня зовут Георгий Вербицкий, и мы обсуждаем книжный бизнес, говорим о его реалиях, о его, конечно же, перспективах. Итак, новости на Финам.ФМ. «Бизнес-класс» на Финам.ФМ продолжается. Обсуждаем книжный бизнес, его реалии и перспективы. В студии я, Георгий Вербицкий, и со мной также мой гость, Вячеслав Ярошенко, он же Чеслов, гильдия вольных издателей, совладелец книжного магазина клуба «Гиперион». Добрый вечер. Итак, добрый вечер. Еще раз обсуждаем, мы уже обсудили, что, в принципе, с бумажной книги рынок бумажных книг сокращается, и в то же время рынок электронных книг не настолько быстро растет. появляется такой вот, как бы, гэп такой, небольшой провал. Этот провал заполняется чтением напрямую из интернета, не в виде электронных книг, а в виде пиратских, естественно, книг, которые скачиваются. Развивается в области бумажного книгоиздания это учебная тематика и детская тематика. Детская литература растет больше всего, появляются каждый год по нескольку замечательных новых детских издательств, которые издают наконец-то действительно прекрасные, отличного качества, с отличными иллюстрациями детские книги, они действительно очень хорошо продаются, потому что ребенку действительно там читалку не подсунешь, ему нужно книжку, ему нужно смотреть на нее, щупать, обонять и так далее. Хорошо, сколько кто дохода получает от продаж и производства книг, вот спрашивает Михаил, я думаю, что вопрос интересный, я тоже хочу знать, сколько. Ну смотрите, давайте прям вот издатель, да? Как только мы начнем рассуждать о доходах, тут же появится ощущение, что бедные там авторы и издатели не получают денег, а больше всех заграбастывают деньги магазины и оптовики, поверьте, это не так, я попытаюсь рассказать всю цепочку. Смотрите, если, например, я собираюсь как издатель издать книгу, вот мне понравился автор, я заказал иллюстратору иллюстрации, сделал макет и эту книгу тащу в типографию. Например, в типографии, к примеру, да, мы просто берем сейчас абстрактные цены для того, чтобы было удобнее считать. Можно просто взять, книга 100 рублей стоит. Нет, себестоимость книги в типографии 50 рублей. В этом случае я ее по оптовой цене издательства буду продавать за 100 рублей. Не потому, что я такой жадный хочу накрутить 100%, потому что, во-первых, я плачу гонорары, во-вторых, я плачу за хранение, за логистику, за склад, за доставку этих машин. А гонорар сколько? Сколько получает человек, который написал книгу? Если оптовая цена 100 рублей, то автор будет получать от 10 до 20 рублей с книжки. 10-20 рублей имеет автор? 10-20% от оптовой цены имеет автор. Как правило, если это вот royalty, да, такая система, если это гонорары, то это может быть и намного больше, и намного меньше. Это уже зависит от конкретной договоренности. Автор платит издатель, правильно? Да, издатель платит от оптовой цены. То есть вы из 50 рублей вы потратили 50 рублей, заработали 100 рублей, то есть 50 вы заработали, из них 10-20 вы отдаете автору. Примерно такие же деньги, примерно 10-15 рублей я буду платить в результате за перевозку, хранение и доставку этих книг до магазинов и до оптовика. Потому что книга это очень медленные деньги, вот это нужно четко всегда понимать, что книга тиражом, например, 3 тысячи экземпляров в среднем, да, ну, как бы средняя температура по больнице, она будет расходиться год. Ну, если только это не Дарья Донцова, наверное, да? Ну, понятно, я говорю про книгу тиражом 3 тысячи экземпляров, а не про Дарью Донцову. Вот, ну, естественно, что там, когда выходит книга Пелевина, то там она выходит тиражом 50 тысяч, он раскупается за два месяца, ну, и так далее. Ну, да, что есть везде исключения, но я говорю, в среднем по больнице, да, температуру. Анекдот вспомнился, у Дарьи Донцовой качался шкаф, и она написала под него книгу. Хорошо, вернемся, значит, потом после этого книга попадает либо напрямую в магазин, если это касается, там, допустим, маленьких магазинчиков, типа вот нас, либо она попадает к оптовику, который поставляет эту книгу по крупным магазинам и по сетевым магазинам. В этом случае вы сразу должны умножить это примерно на 3-3,5. То есть, вот если я оптовику отдаю книгу за 100 рублей, то в магазине она будет стоить от 300 до 350 в результате. накручивают в основном продавцы, оптовики. Оптовик и, да, но тоже нужно понимать, что оптовик не купается в деньгах при этом. Сколько забирает оптовик? Ну, примерно плюс 100% оптовик, плюс там 70%, ну, от 70 до 100 оптовик, от 70 до 110 розница. Но мы помним, да, при этом про, во-первых, риски, которые есть, что книга в магазине может порваться, потеряться, магазин за нее обязан заплатить деньги. Магазин может обанкротиться, оптовик в этом случае не получит свои деньги, а мне он должен будет отдать, да, после отгрузки. Через какое-то время после отгрузки, если не было возврата, то он должен со мной рассчитаться, неважно, продалась книга или нет. Поэтому риски очень большие, деньги очень медленные, штат людей, ну, должен быть большой, причем штат специалистов, которые в этом понимают, в этом разбираются и любят книгу. А есть такие системы, когда, например, продалось, вы получаете процент, ну, то есть все делят, как бы вот, они продалось, ну, значит, все несут риски. Нет, я не знаю. Или это цепочка перекладывания рисков такая вот, по сути. Да, да. Соответственно, автор перекладывает риски на издателя, издатель на оптовика, оптовик на магазины. Но на оптовика тоже особенно не переложишь риски, да, потому что оптовик это всего лишь удобная система посредничества между маленьким складом одного издательства и там пятью, десятью или ста магазинами. То есть, то, для чего издателю нужно было бы держать целый штат, потому что есть, например, достаточно крупные издательства, у которых есть возможность содержать штат людей, которые напрямую работают с магазинами. Естественно, тогда эти книги и в результате стоят дешевле и доходят быстрее до магазинов. Собственно, это была основная цель создания нашей гильдии. Мы все мечтаем о том, что маленькие издательства наконец-то объединятся и смогут нанять для себя специальный этот отдел, чтобы не зависеть от оптовиков и напрямую доносить книги до читателей. Я когда утром делал анонс, мы поговорили в эфире с Натальей Метлиной, вот она задала такой вопрос, я так понимаю, что у нее есть книга, которую она написала и вот сказал мне, что такие злые магазины как-то не хотят ее там печатать. Да, магазину невыгодно работать с автором, который напечатал свою книгу сам или с маленьким очень издателем, например, типа издателя, типа меня, который выпускает 3-4-5 книг в год, потому что документы оборот и работы в бухгалтерии там ровно столько же, как с издательством, которое выпускает 100 книг в месяц. Возьми много, а выхлопа мало, поэтому таким маленьким авторам нужно просто идти к оптовикам, их достаточно большое количество есть, и они, если заинтересуются, они безусловно помогут. Хорошо, Вячеслав, ну у нас есть традиционные вопросы, такие очень, как это сказать, въедливые вопросы, например, а сколько зарабатываете вот на этом бизнесе, каков оборот бизнеса? Лично я сколько зарабатываю? Ну, я так понимаю, что вы совладелец, да, то есть вы есть партнеры, есть как бы в целом бизнес. Ну, пока о заработке речи вообще нет, наоборот, мы то, что зарабатываем другими какими-то проектами, все вкладываем сюда, потому что мы любим это дело и считаем, что это правильно. У нас в магазине в нашем клубе очень небольшие наценки по сравнению с большинством других магазинов, то есть книги для покупателей намного дешевле, поэтому, собственно, и прибыли очень мало, да. Мы выпустили несколько достаточно успешных книг, вот прибыль с них позволяет нам содержать вот этот клуб, в котором большинство там концертов или встреч бесплатные и так далее. Могу про себя сказать, мне очень лично нравится такой формат, когда приходите, есть какая-то атмосфера, есть и книги, тут книги уже создают атмосферу, есть какая-то сцена, вот. Да, у нас мы придумали этот формат три года назад, когда мы придумали сначала фестиваль книжный, мы сделали первый независимый такой фестиваль для маленьких-маленьких издательств, которые не имеют, например, деньги заплатить аренду на огромных ярмарках, и мы придумали формат буквы-звуки-цацки, когда вместе и книги, и рукодельные подарки, хэндмейд-сувениры, которые тоже атмосферу создают, и концерты. То есть вывод такой, это все здорово, для души, но уже за два года еще не окупилось, по сути. Да, да. Понятно. Ну что ж, с этим ясно. Еще раз, структура стоимости книги, 300 рублей стоит книга, из них 10-20 рублей получает, тут ее написал, 50 рублей получает, даже меньше, 30 рублей получает издатель за вычетом гонорара. Нет, меньше, издатель получает тоже примерно там 10%, то есть рублей 10-12 может быть, получит издатель. Оптовик получает 50%, и остальное это магазины. Да. Получается. Интересная, интересная структура. Как раз хотел поговорить о новых тенденциях онлайн. Ну это, простите, это лично вот мои подсчеты, да, то есть в крупных, нет, не субъективная, а просто разные структуры бизнеса. Если, например, мы говорим про Азбуку Атикус или АСТ-Эксмон, у них свои собственные типографии, и, соответственно, норма прибыли у них поэтому гораздо больше. Ну, естественно, это может отличаться. Интересный сервис, недавно я обнаружил, мне он очень понравился, называется BookMate.com Хотели позвать на программу, но вот пока не удалось нам их позвать. Что это такое? Это сервис, где вы можете читать через iPad, через iPhone и напрямую, значит, книжки. Очень удобно, потому что большая библиотека, какие-то книжки бесплатные, подписка стоит там 99 рублей, что ли, в месяц. Да, это сейчас очень распространяется. Интересно вообще, вот как они, как они действуют, то есть, неужели какие здесь... Да, ты покупаешь подписку и читаешь то, что тебе хочется. ты платишь просто за время, по сути, да? Авторские права, вот как здесь соблюдается, не соблюдается? Ну, естественно, да, это естественно, но издатель передает свою книгу в электронном виде в этот сервис, и, естественно, там очень прозрачная и интерактивная система учета, то есть, если читатель зашел, читает твою книгу, то ты об этом, естественно, знаешь, и знаешь, сколько времени он ее читает, насколько ему это интересно. Это как раз очень здорово для отслеживания востребованности, потому что есть такая штука, что то, что человек прочитал электронную книгу, это абсолютно не значит, что он не захочет ее купить в бумажном виде, это разные вещи. Если мне книга понравилась, то я захочу ее иметь. Если это просто текст, да, какой-то, то, ну, прочитал, ну, информация, да, а если это хорошая, интересная книга, то я захочу ее иметь, захочу подарить ее кому-то, да, например, и те книги, которые очень активно читаются в интернете, они же, как правило, очень хорошо продаются, это не мешает друг другу. Мне кажется, формат очень интересный, вот формат букмейта, потому что я после того, как нашел вот эту программу, да, я практически перестал покупать книги, потому что там все есть, я плачу 99 рублей в месяц и, в общем, читаю. Не потому что я хочу сделать рекламу сейчас этому сервису, потому что действительно, ну, тем более, таких сервисов несколько уже есть, и это действительно очень здорово, развивается, и главное, что... Не это ли вот продолжение развития... Может быть, сейчас гадать бессмысленно, что именно, но, безусловно, за электронной книгой будущее, но в каком именно формате, это, может быть, завтра придумают что-то еще более сногсшибательное. Интересно, аудиокниги, вот, как вы считаете, аудиокнига, мне кажется, такой, ну, что называется, очень специфичным. Это очень сильно на любителя. Кто-то очень любит аудиокниги и слушает только их, да, а кто-то, наоборот, не может воспринимать информацию на слух, ему нужно воспринимать глазами, это зависит от типа психологии человека, визуал он, аудиал там и так далее. Поначалу мне казалось, что вот аудиокнига, это здорово, буду слушать в машине, но потом в итоге как-то это все так... Очень сильно переключается внимание, особенно в машине, там, для пассажира, например, аудиокнига, это здорово, а для водителя он практически не воспринимает информацию. И еще момент, который я хотел бы затронуть, это библиотеки, библиотечный бизнес. Это отдельный совершенно бизнес, я тоже много читаю про это, знаю, общаюсь с библиотеками, но я не готов про это говорить, потому что, с одной стороны, безусловно, библиотеки должны переродиться и просто из элемента книгохранилища стать все-таки какими-то культурно-досуговыми центрами, центрами притяжения внимания и интереса, а с другой стороны, безусловно, книгохранилища тоже нужны, потому что это то, что останется после нас через много поколений, это материальная культура. Я думаю, бизнес-библиотека, конечно, можно обсуждать в отдельной программе, я думаю, что мы так и сделаем. У нас подходит по концу наш час. Со мной был Вячеслав Ярошенко, также известный как Чеслов, гильдия вольных издателей, совладелец книжного магазина Клуба Гиперион. Спасибо, господи. Меня зовут Георгий Вербицкий, это бизнес-класс на Афинам.фм, небольшой анонс сделаю программы «Сухой остаток» с Олегом Дмитрием, которая начнется сразу после новостей. Тема финансовые итоги недели. Фондовый рынок, как известно, у нас практически никуда не двигается уже в последнее время, и всем интересно, когда же он это движение начнет. Ну, а, соответственно, это была программа «Бизнес-класс на Афинам.фм». Я Георгий Вербицкий, делайте деньги с удовольствием, удачи, хороших, ладных. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok